Сергей Алексеевич, благодарю за то, что вы нашли для нас время. Предлагаю поговорить о таком трудоемком процессе, который вы курируете, как энергетическое хозяйство предприятия, от которого очень многое зависит. Пожалуйста. Да, соглашусь, что от работы энергетиков очень многое зависит. И хочу сказать, что структура предприятий производственного управления «Алмазу Транс» довольно-таки большая. Это две автобазы в городе Ленске, также Меринский участок ЛАТП-1 в поселке Армашовка города Мирного. Это Ленский речной порт, это авторемонтные мастерские, цех рабочего питания, сеть у столов в Ленске, в Мирном, в Накыне и поселке Маркок. Ленская автобаза – это большое предприятие, находится на отдельной территории, на которой имеется очень много производственных помещений, гаражей для хранения и ремонта автотранспорта. Ленский речной порт содержит в своей структуре большую базу механизации, грузовой район, верхнюю и нижнюю причальные стенки, причал второго транзита, а также в Сатоне-Мурья есть производственные помещения для ремонта судов в зимний период. Вторая автобаза у нас тоже по-своему уникальна, так как имеет на балансе действующую угольную котельную. Авторемонтные мастерские – это, по сути, завод, который занимается ремонтом автотехники. Для поддержания работы энергохозяйства предусмотрен штат энергослужбы в каждом подразделении. В общем и целом в Алмаз-Дур-Трансе 13 штатных единиц инженеров-электриков и более 100 штатных единиц работников. То есть на каждом предприятии есть свои ответственные лица? Да. И хочу еще сказать, что работа в современных условиях инженера-энергетика очень специфична. Это не узконаправленная работа. Ну, конечно, мы выполняем свои прямые обязанности по поддержанию теплоэнергооборудования в работоспособном состоянии. Но кроме этого инженер-энергетик, он еще и должен обладать знаниями юриста, потому что заключение договоров – это тоже наша прерогатива. Заключаем договора на тепловодоснабжение, водоотведение, канализацию, ну а также договора на выполнение текущих ремонтов и эксплуатацию электрооборудования силами стороннего подряда. Также энергетик, он должен знать основы бюджетирования для того, чтобы правильно, грамотно спланировать затраты на энергоресурсы, потому как перевыполнение или экономия – это в любом случае не приветствуется. Мы должны идти в строгом соответствии с планом. Но также современный инженер-энергетик, я хочу сказать, что это и человек, который должен передавать свои знания, потому что от нас никто не снимал нашу обязанность подготовки электротехнического, электротехнологического персонала. Но также инженер-энергетик должен предвидеть на несколько шагов вперед, в частности лет, можно сказать, свою работу, предусматривать планы перспективного развития, потому что ничто не стоит на месте, все изнашивается, где-то нужен ремонт, где-то техническое переоружение, и инженер-энергетик грамотно должен все это предвидеть. То есть, во-первых, произвести нормальную диагностику, потом, соответственно, дефектные ведомости, ну и закладывать средства для дальнейшего планирования работы. То есть надо быть в своей области еще и стратегом, я так поняла? Да. Допустим, в первой автобазе мы тепловодоснабжение получаем от котельных ЛПТС, водогрейный и паровой. Соответственно, наша задача грамотно распределить тепловую энергию. Вторая автобаза полностью автономна, у нее своя, как я и говорил, угольная котельная. Так, лесный речной порт тоже у нас подключен от сетей котельной ЛПТС. Вот в Затоне-Мурья у нас была угольная котельная, но в том году мы произвели техпереоружение и установили там электрокотел. У нас там электрокотельная. Как себя показал этот электрокотел? Не все так гладко бывает. Хочу сказать, что у нас энергопотребление этого котла оказалось гораздо выше, чем запланировано было. Ну, немного паспортные данные отличаются от действительности. Но я думаю, что все-таки на кривую окупаемости плюсовую мы выйдем, потому что энергетик речного порта проводит работу. Он пересматривает диаметр труб, пересматривает схему. Мы отключили одно здание для того, чтобы уменьшить теплопотери и объем нагреваемой жидкости. Ну, а также планируется, об этом уже все говорят и везде пишут, что со второго полугодия у нас с перерасчетом с начала года будет снижен тариф на электроэнергию. Я думаю, что все эти факторы позволят нам выйти на окупаемость этого проекта. Сергей Алексеевич, специфика некоторых производственных процессов на предприятии позволяет делить год на разные периоды, более напряженные и менее напряженные. Как на вашем переделе работа? Для энергетиков нет проходных или спокойных периодов. Для нас каждый период, в частности, топительный период – это напряженная работа, напряженный труд. Энергетик готов ежедневно выполнять свои задачи в зависимости от возникающих сложностей. Поэтому я не сказал бы, что у нас какие-то года бывают спокойные. По большому счету, конечно, 2017 год для нас во многом значащий, переломный. Во-первых, с возникающими вопросами реструктуризации «Алмазу Транс», перевода его в другую форму собственности, приходится решать и соответствующие вопросы. Заключение договоров, пересмотр штатных расписаний и так далее. И кроме того, в настоящее время идет подготовка к зиме? Уже к концу отопительного периода этого года, в мае, мы имели четкое представление о том, что мы будем ремонтировать и как мы будем ремонтировать, и в какие сроки. То есть составлен план-график мероприятий, он согласован с управлением компанией, отделом главной энергетики. И, соответственно, мы с этим графиком проводим свою работу. Многие работы у нас запланированы хозяйственным способом, то есть своими силами. Ну, это ревизия, мелкий ремонт, но часть работы сложная. Это по замене труб отопления, сети водоснабжения. Мы возлагаем на нашего подрядчика, договор с ним заключен. Мы планируем, что он должен приступить. Начало отопительного периода мы эти работы выполним. Сергей Алексеевич, еще знаете, вот такой очень важный передел работы, как рациональное использование энергетических ресурсов. Как у вас проводится на предприятии эта работа? Этот вопрос один из актуальнейших для энергетиков. У руководства компании всегда на этом заостряло свое внимание. Разработана программа энергосбережения по компании, но и мы не остались в стороне. Она у нас тоже есть. И один из этих вопросов, один из аспектов – это электроизбережение, сбережение электрической энергии. Ну, ни для кого не секрет, что современный светодиодный светильник в два-три раза экономичнее и по своим световым характеристикам превосходит применяемые до сих пор у нас ртутные лампы. Поэтому в том году мы провели текущий ремонт. Мы заменили на светодиодное освещение первый и пятый пролет авторемонтных мастерских, но также часть боксов в первой автобазе. В этом году у нас сейчас закупка в стадии оформления. Мы планируем к концу года провести работу услугами подрядчика и также уже закончить авторемонт и мастерские полностью, перевод его на светодиодное освещение, ну и продолжить работу по первой автобазе в Ленске. И один из боксов в Мирном мы планируем тоже перевести на светодиодное освещение. Ну и также важный вопрос – это экономия тепловой энергии. Это очень актуально. Хочу сказать, что в связи с вводом новых котельных, паровой и водогрейной Ленского ПТС, этот вопрос для нас стал очень острым, потому как у нас оборудование довольно-таки старое, еще 80-х годов, поэтому запланирована в этом году работа по закупке услуг проектной организации. Сейчас этот конкурс тоже на стадии оформления. Мы планируем, что проектная организация нам даст рекомендации, подготовит рабочую проектную документацию по техническому перевооружению теплового хозяйства, первой автобазы и авторемонтных мастерских. Также мы планируем, что мы успеем в 2018 году провести и техперевооружение, потому что деньги мы для этого уже запланировали. То есть планы у вас очень большие и серьезные, так скажем? Да, большие и серьезные планы, но и на них мы возлагаем большие надежды. Спасибо большое за интервью и успехов вам в ваших делах. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин